Свою комнату она называет Светлицей. Действительно, здесь просторно, светло и уютно. На подоконнике и на столе много растений, стены украшены картинами, есть телевизор и целый шкаф концертных костюмов. В генетологическом центре Лидия Николаевна Тростина настоящая звезда. И стихи читает, и поет в клубе Ассорти. Этот дом стал мне родным, здесь мне комфортно, здесь мне хорошо, здесь мои друзья живут по интересам. Мы дружим тоже очень давно уже. И как увлечение нас как-то собрали и сплотили в клуб сначала караоке, а потом он перерос в клуб Ассорти. Несмотря на то, что жизнь в генетологическом центре комфортно, один из корпусов учреждения требует обновления, как внешнего, так и внутреннего. Главе Пенсионного фонда России представили проект развития социальных учреждений региона. Например, реконструкции требует и Димитровградский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Тема реабилитации и социальной адаптации инвалидов особенно волнует федеральные ведомства. Если правильно сделаем медицинский уход, реабилитация и так далее, дальше идет обучение, социализация. И дальше человек может трудиться каким-то образом. И получается, он социализирован, он имеет какой-то свой доход, он может участвовать в общественной жизни и так далее. И для общества это в целом большая, то есть ресурсы, которые вложены, они получаются, имеют отдачу. Уже сейчас совместно с медико-социальной экспертизой Пенсионный фонд России создает федеральный реестр всех инвалидов, детей и взрослых, для того, чтобы отследить эту цепочку реабилитации и дальнейшей самореализации людей с ограниченными возможностями. И реконструкция специализированных центров, а также создание новых, идентичных Димитровградскому, является важнейшим элементом в этой цепочке. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73.